Живший в Барвихе художник-сказочник, книжный график Иван Хохлов ушел из земного мира в 2009-м. Очень рано, на пике своей творческой активности. Тяжелый недуг не позволил ему путешествовать, свободно передвигаться, но с младых ногтей юный художник странствует в своих мечтах. Не это ли впоследствии дало возможность стать выдающимся иллюстратором сказок? Хохлов – преданный поклонник творчества Питера Брегеля-старшего. То, что сегодня представлено в стенах музея, начиналось более 25 лет назад. Как шутка, как попытка использовать творческий метод великого нидерландца для воплощения собственных идей. Метаморфоз. Он мне говорит, знаешь, вот я думаю, что, ну, не попробовать ли мне немножко, я так люблю уже с института Брегеля, очень люблю его. Думаю, да я попробую, а вдруг я что-нибудь смогу сделать и что-то сказать свое. Неожиданно работы получают активный отклик зрителя и даже попадают в известные галереи и частные собрания за рубежом и в России, а одну лично приобретает Мстислав Ростропович. Все это вдохновляет на продолжение цикла, посвященного всему, что любит Иван Хохлов. Природе – простой, тихой, повседневной человеческой жизни, где то ли дети, то ли взрослые собирают хворост, пасут свинок, празднуют, трудятся. При этом мы видим прямые аллегории, связанные с судьбой автора, его представлением о доме, живом, теплом, его любви к земле, которая также в его работах одушевлена. В каждой работе деревья, узнаваемые, одухотворенные барвихинские дубы. Одна картина так и называется – «Сон Дриады». Эти произведения о ребенке в каждом из нас. Ведь в детстве мы знали, ночью игрушки оживают. Все мы представляли себя героями маленького кукольного мира, где нет зла, а есть чудо. Хохлов просто берет и пишет маслом на картоне. Это детский, фантастический, измененный мир, визуализируя идеи то ли Адоевского, то ли Кэролла. Зачем художникам будущее? Потому что в его творчестве прослеживается вот эта вот линия детского творчества, такого доброго, то, что должен делать художник – это сеть добрая. И все-таки притягательность этих работ не совсем понятна. Видно, помимо красоты и гармонии важна и личность автора, чистота его души и помыслов, искренность, любовь к природе, человеку, Богу, его чувство юмора. Работы создаются в 90-е годы, когда русский художник оказывается ненужным родной стране, но обретает свободу. Хохлов погружается в свободное творчество с головой. И, конечно, появляются произведения, отражающие эмоции по поводу происходящего за калиткой его дома. Таков гнев или по ком звонит колокол? Это вырывающееся из преисподней чудовище, убивающее все прекрасное, любимое, вдохновляющее, где на руинах прежнего привычного мира царствуют уроды. Подобным же размышлением посвящена и картина «Меланхолия». Но дальше художник не идет. Считая себя не вправе переносить весь этот ужас на полотна. Он остановился, потому что он мне сказал, «Ты знаешь, я не хочу больше это давать так резко, потому что в жизни и так много горя и тяжести. Надо от этого уходить». Потому большая часть цикла – это радость, свет, надежда, перекликающиеся с Брейгелем времена года, на фоне коих маленькие человечки ведут свою жизнь в окружении живых домов, рядом с прекрасной рекой, на фоне удивительного объединяющего неба. Кстати, и сам автор, и его любимая жена Екатерина – герой почти всех сюжетов в образе пони и зайки. Он живой до сих пор благодаря Екатерине. Он живой, потому что мы его помним. На каждой картине небо, оно такое разное, необычное. Потом смотришь, можешь смотреть на эту картину, вот любую взять, и час можешь смотреть, и в ней что-то находить. Особенно мне понравилась, конечно, вот там картина, и там вот вдали вот храм Христа. Предвидение – то, чем обладают настоящие мастера. Художник страдает от потрясений 90-х, но дарит надежду, что сумерки времен развеются, и наступит тихий снегопад, катание на санках, рождественский вечер, труд и радость. Пришедший на выставку, несомненно, проникается этой уверенностью и праздничным духом, который поддерживает и вторая часть экспозиции, где старинные елочные украшения, книги Хохлова, мерцающая елка. Выставка открылась под чудесные тихие звуки гитары воспитанников Одинцовской детской музыкальной школы, как бы подчеркивая музыкальность произведений Хохлова. Мне кажется, что когда эти работы переехали к нам в музей, наши двери еще шире открылись. Еще шире открылись, еще больше придет народу, еще больше придет людей заразиться вот этим рождественским чудом Ивана Хохлова. Для того, чтобы принести это в дом, принести в свою семью вот этот вот лучик, это благополучие, это счастье, радость и то, что мы обычно желаем друг другу на Новый год. Выставка «Рождественское чудо Ивана Хохлова» продлится до 14 января. Доступ на выставку свободен, кроме субботы и понедельника. Ольга Винтер, телекомпания Одинцова.